Богдан Ледовая арена – второй дом любого фигуриста. Каждый день перед школой и после занятий. На корте спортсменов ждут опытные наставники – тренеры. Они занимаются с малышами, не считаясь личным временем, чтобы сделать из них настоящих чемпионов. Очень сложно, когда они идут из разряда в разряд, увеличиваются, усложняются прыжки, вращения. И здесь еще включается психологическая сторона, моральная, справятся ли они, не будут ли бояться. Особенно это касаемо прыжков, ведь многие дети действительно боятся. Поддержку оказывает и округ. Ямал создает все условия для восходящих звездочек. Поэтому, если ваша цель – вырастить профессионального спортсмена, лучше начинать с трехлетнего возраста. Ведь и ранее начало – это серьезное преимущество в освоении самых сложных навыков. Когда приходят маленькие дети, сложно определить, что будет в будущем. У каждого ребенка, у каждого спортсмена есть некие данные. Вот эти данные мы развиваем. Малыши начинают заниматься в оздоровительной группе. Для тренировок на ледовой арене нужна справка от педиатра об отсутствии противопоказаний. Со временем число начинающих немного уменьшается. Тех, кто остался, через три года включают в группу спортивной подготовки. Для этого дети проходят уже углубленный медицинский осмотр. А с шести лет они могут участвовать в соревнованиях. Как только дети переходят в спортивную группу, начинающих спортсменов и так далее, все на себя берет бюджет. Даже костюмы. Все выезды происходят за счет бюджетных средств, иногда при содействии в федерации. Ямальскую поддержку получила и фигуристка Елизавета. Несколько месяцев назад она переехала из другого округа. Говорит, Ямал удивляет. В моем прошлом месте, где я жила, такого не было. Все соревнования, все поездки для тренировок мы оплачивали сами. Это было очень неудобно. Новая история развития фигурного катания на Ямале началась с 2001 года. С тех пор один из прекраснейших видов спорта продолжает развиваться. На сегодня в округе 15 объектов с искусственным льдом. Почти 800 ямальцев профессионально связали свою жизнь с коньками. Они показывают хорошие спортивные результаты, что доказывает, Ямал – отличное место достижения целей. Алена Кушекова, Максимилиан Волков, Максим Терентьев, Максим Кутафин. Время Ямала. Салихард.